Самым резонансным событием в Караганде стало убийство 9-летней девочки и ее подружками. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних уже вынес приговор по этому делу. Но вопросы к родителям, педагогам, школьным инспекторам остаются. Ювенальным судом Карагандинской области в спецшколу направлены две 11-летние девочки, которые подозреваются в убийстве 9-летней подруги. Кристину Евдокимову и Каролину Циммерман на один год примет школа-интернат для детей с девиантным поведением, в поселке Керней. Десятилетняя Александра Челлер по возрасту не может быть направлена след за подругами. Но дело не только в решении суда. Вопрос, почему так могло случиться, остается открытым. Мама юных преступниц до сих пор в недоумении. И она до сих пор меня говорит, мама, я этого не делала. Я думала, что они просто с Сашей дерутся. Аня сказала уйти, мы с Каролиной ушли. Она лежала, у нее глаза были открыты, ничего не умирала. Мы это шли, говорит, Саша через 5 минут догнала нас на велосипеде. Говорит, то, что Аня, говорит, сказала, дойдет сама. Педагогический коллектив дает объективные оценки. Отчитываются школьные инспекторы. Но никто понять не может, откуда взялась такая жестокость у маленьких девочек. Может, мы зачиновничались и стали незаметно работать ради отчетов, а не ради детей? Матери обвиняемых девочек на суде честно признались, что дома бывали редко. Основную часть времени проводили на работе. Чем занимались девочки, какие ориентиры стали доминирующими в их поведении, вряд ли кто знает. Председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Оскар Марданов огласил решение суда и по административному делу в отношении трех матерей обвиняемых девочек. За уклонение от выполнения своих родительских обязанностей их приговорили к штрафу. Суд постановил следователь Новгорода Евгеньевна Елена Викторовна в совершении правонарушения в предусмотренной статье 111 части 2-й по доставке Казахстана об обвиняемых правонарушениях и по данной статье подвергнуте обвиняемых изыскания в виде штрафа в размере 20 месяцев расчетных показателей, то есть в сумме 34 620 тенге. По словам матерей подозреваемых девочек, они согласны с решениями суда и не намерены обжаловать ни штраф, ни направление в спецшколу. Вроде бы можно поставить точку. Но очень многие вопросы остаются без ответа. И на них должен ответить каждый из нас. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Продолжение следует...